Слушайте, получается, смотрите, мы же впервые вышли в эфир, 4 года назад. Была инаугурация как раз. Предыдущая инаугурация предыдущего президента. Да. Так мы же на второй срок идем, получается. А присягу в прошлый раз не принимали. Давайте-ка, ребята, предлагайте сейчас. Давайте исправим ошибку. Давай, на самом святом, что у нас есть. Только не забывай, что в присяге 33 слова. Почему 33 слова? Ну так вот в газете написано. Давайте уже, все готово. Клянусь, внимательно читать газеты, держать руку на информационном пульсе страны. Так, это уже получилось. Быть ведущим, прожектор Пэрис Хилтон. Прожектор Пэрис Хилтон, это одно слово, и нам еще 19 слов нужно. 19 слов, да? Клянусь, пироженки не таскать домой после прожектора. 14 еще слов. 14 слов. Так, еще. Все, самое главное, обращать внимание не на количество слов, а на их смысл. Все. Еще одну. Понял? Все равно ощущение, что мы женимся себе. Давай уберем. Друзья, прямо сейчас я предлагаю перейти на рекламу. Ой, ребята, давно мы не собирались. Две недели вообще. Давно по телевизору. Некоторые так и не собрались. Да, некоторые-то что-то... Газель-то не доехала, да. Разобранная? Разобранная газель-то. Развал схождения, да. Ну ладно. Друзья, ну что, я не знаю. Давайте, вот я хочу, с чего начать. Ситуация, которая произошла сразу после инаугурации Владимира Путина. 7 мая газета «Коммерсант» сообщает, что произошло после. Обычно традиционно же идет банкет. Банкет. Да, банкет. Торжественный прием, посвященный инаугурации. А здесь вот что. Владимир Путин уехал с приема. И не домой. А в спортивный комплекс «Мегаспорт» на Ходынском поле. Где играли сборные легенд советского и российского хоккея и звезд любительской хоккейной лиги. То есть что? И за нее, именно за сборную любительской хоккейной лиги, и выступил Владимир Путин в четвертом периоде. Странно получается. В четвертом? Ну, в четвертом периоде. Нет, ну это же не стандартный матч. Тут играли, пока не забьет. И так и забил. Уже через пару минут, после начала, президент, конечно, забил гол. Да, действительно, все совпало, ваше проницательное совпало. Давайте подумаем, друзья, мне кажется, налицо, налицо у них. Новая тенденция. Явление нового. Вообще, раньше как, вот, инаугуратор, ну там должен быть банкет обязательно, а сейчас раз, хоккей. Значит, новые тенденции. Да подожди, прежде всего, давай поймем, что все, что делать с валанами, что делать с бадминтонными сетками. Которые натянуты по всей... Натянуты, ведь чиновники-то накупили, только построили, только правила прочитали. Заливать катки. А вот эти ракетки струнные натянули, семиструнные ракеточки цыганские. Ляля жемчужная, где ей ходить с этой ракеткой? Кому этот валанчик отправлять? Все, теперь переплавим. Мы валаны на шайбы переплавим. Подминтонные площадки еще не построили, а местами там где-то еще и лыжи торчат, татами проглядывают. Саш, да там много всего. Былые увлечения. Раз в год закатываем. То есть, о чем мы вообще, на самом деле, речь идет о том, что Владимир Владимирович законодатель моды. И теперь хоккей номер один в стране. Это означает, что, друзья, правильно, вот вы молчите, правильно, нужно помолчать, подумать об этом. А второе, это нужно... Нет, это новая тенденция, теперь сейчас будут все государственные корпорации, будут праздновать, не банкеты будут проводить, а играть в хоккей. Конечно. Администрация против отдела... Представляешь себе, представляешь себе, в компании, допустим, я не знаю, Рособоронэкспо, ну какая-нибудь такая среднестатистическая компания. Такой середнячок плотный. Ну, это такой плотный, уверенный середнячок с атомным оружием. Бюджетники. Назовем так. Бюджетники. Бюджетники. Ядерные бюджетники. Они теперь в хоккее вместо банкета. Подожди, Саш, представляешь, вот какое-то событие. С утра, с утра, какое-то уже, что-то и девчонки как-то ходят, и уже как-то и не работается, и все ходят, что-то, что-то. Все, уже кокошниками обматывают и обмахивают. Сереж, нет, это с 1922 года запрещены кокошники в Рособоронэкспо. Теперь они нацки будут делать. Как, а уже не оружие? Нет, все. Они теперь шлемы одевают. Конечно, и все, понимаешь, какое-то внутреннее такое состояние. Что такое? Раньше-то, что? Ключечки изолентой. Ключечки изолентой заматываются, шайбы, конечки точат сотрудники планового отдела. Более того, я тебе хочу сказать, Саша, ты знаешь, что-то сборная бухгалтерия, например, выходит играть против сборной охраны или отдела кадров. Главный бухгалтер женщины. Главный бухгалтер. Лидия Львовна с такой прической, которой шлем не надо надевать. Большая. Ты что, она с этим... А там действительно не пружинит же, вообще. У неё большой... Большой волоссяным коконом. Конечно. А как она к борту прижимает? Ох, она же... Она весь год тренируется. Это ещё было на банке. На прошлых мероприятиях. Она же в лифте весь год тренируется. Она любит эти все скользкие темы. Да? Ты имеешь в виду зажарочную? Так, ну нет, у неё шлем-то этот снимается в лочиноле. Она же лысая. Слушайте, а теперь... Она же только отсидела. Теперь... Теперь артистов перестанут приглашать. Но подожди, теперь будут приглашать не Стаса Михайлова, а Салават Юлаева будет приглашать. Гонорар-то одинаковый. А чём там? И райдер такой же. И райдер такой же, у Стаса только людей больше. На подпевке, да. Да. У него и клюшка новая. Ну вот, в общем, поменяем благодаря новому президенту застольную культуру. Наконец-то, это потому что... Физическую. Это называется, из-за стола мы встанем и займёмся физическими упражнениями. Даёшь хоккей. Даёшь хоккей. Да. Всё. Всё верно, Серёж, всё верно ты говоришь. Кстати, давайте ещё нашим ребятам поаплодируем. Нашим ребятам... О, надо поддержать, чемпионат мира идёт по хоккею. Господи, я думал, ты всё про инаугурацию. СМЕХ Надо поддержать наших ребят. Кстати, про инаугурацию заинтересовала маленькая штучка. Вот была, знаешь, вот тут просто смешная фраза. Прочитал в комсомолке. Надо же, в комсомолке вдруг смешная фраза. На последней странице? Нет, на второй. Ну, для тебя на последней. О чём статья? Статья о чём? Скажи. Вань. Скажи о чём статье. Саша, послушай про лестницу и новость. Скажи о чём статье. Саша, статья про то, как гости инаугурации Путина занимали очередь у дорожки за полтора часа. Как ты в своём тренажёрном зале. У лестницы образовалась смешливая группка, пишет комсомолка. Михаил Горбачёв, Рамзан Кадыров и главный раввин России Берлаза. Смешливая группка. Вот уж действительно смешливая группа, да? Последний раз эти люди пересекались в анекдоте. По какому принципу эти люди вообще? Как так это вообще? Что их объединяет, кроме пиджака Симачёва? Друзья, Серёж, вот я даже не знаю. Вот, понимаешь, откуда ждать тебе после этой шутки, как говорится? Откуда? Приглашение. Приглашение. Из Чечни? Из синагоги? Или из прошлого? Ладно, ребят, посмеялись и хватит. Ещё одна важная новость. Дмитрий Медведев с 8 мая возглавляет правительство, получив 299 голосов. Слушай, интересное число 299. Очень напоминает, когда это, знаете, в Альдорадо скидки. Ты договаривай, договаривай, но удлинители, Серёжа. Удлинители. Что ты? Удлинители. Нет, за 299. Послушайте, президентская администрация добивалась, чтобы за премьера Дмитрия Медведева проголосовало конституционное большинство. То есть не менее 300 депутатов. Я, кстати, хочу сказать, Саш, сразу, что коммунисты отказались голосовать за кандидатуру Дмитрия Медведева и справедливо-россы отказались. Сколько во Франции единороссов? Во Франции... Прости, во фракции. Потому что я знаю, у тебя есть ответы на тот и на другой вопрос. Единая Россия. Единая Россия. Вы с тобой, помнишь, в прошлом году свадьбу вели, как говорится, артисты Первого канала, вам, единороссы французского, Лазурного побережья. Давай. Итак, во фракции Единая Россия 238 депутатов. Еще 56 у ЛДПР. Они заранее сказали, что они за. Они сказали еще до выборов. До выборов. 17 лет назад. Итак, получается, вместе 294 голоса. Остается 6 голосов. Где же нашлись эти 6 человек? Ну, в итоге 5, но рассчитывали на 6. Рассчитывали на 6, нашлись 5. Кто это? Кто это? Кто это? Великолепная пятерка. А я вам сейчас скажу. Депутаты фракции «Справедливая Россия». Стоп, 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 стоп. Остановитесь. Политические перевертыши. Остановитесь, смешливые кони. Стойте, подождите. А фамилия есть? Да, подожди. 5 человек, 5 человек партии «Справедливая Россия», которая полностью отказалась голосовать за Медведева, взяла и поменяла решение. Что это такое? Господи. Не побоялись Сергея Миронова. Не побоялись «Железную бороду». Кто бросил белую перчатку в эти белые волосы? Кто эти смельчаки? Ну, Алексей Митрофанов. Все, дальше не надо, понятно, понятно. Все ясно. Кстати, здесь написано, что на одном из ближайших заседаний фракции будет обсуждаться вопрос об их отчислении. Исчислении? Исчислении. Их уже исчислили. Отчислить будут их. 5 человек. Подожди, это что же случится, когда их отчислят? Это, наверное... Какова судьба этих людей? Я знаю, что это будет. Знаешь, Саша, а что делает «Железная борода», когда выгоняют из фракции на остров? Ссылка куда-нибудь. Когда бунт на корабле, ну не на корабле, назовем это все-таки лодкой. Ну, ссылка куда-нибудь туда, где... Да что ссылка? Ссаживают с корабля, ссаживают на необитаемом острове, где нет ничего. Выхина. Выхина. И дают с собой на пятерых одну мигалку и один партбилет. И вот давайте. Пробуйте, выживите, да? Это же лидер системной оппозиции, понимаешь? Он явно что-то прям вот этим вот пятим депутатам, он знаешь, что сделает? Но! Он возьмет! И Митрофановый не придет на день рождения. А это уже... И как-то с этим жить придется. А как это, как тебе стоять на сцене и петь, когда рядом с Юлей Волковой пустое место? И Оливье уже заветрился чуть-чуть там, понимаете? На коленке. Как в этот момент исполнять песню Савуни из мультфильма «Смешарики»? Я отталкиваюсь от внешнего сходства. Слава, у нас... Ну, в общем, у нас... Ну, слушайте, у нас было две недели. Накопили мы желчи, а? У нас, словом... О том, что решил не ехать на саммит G8 в связи с необходимостью завершить формирование кабинета министров. Все понятно. Да, все понятно. А чего непонятного? Медведев вносит кандидатуры министров на рассмотрение президенту, а сам уезжает в Кэмп Дэвид. Ну, чтобы как бы не мешать, не давить. Чтобы Владимир Владимирович как бы сам принял решение. Да, конечно. Я вам скажу вот что. Зато в Кэмп Дэвиде сейчас спокойно вздохнули. Путин не едет, можно дороги не ремонтировать. Губернатор Кэмп Дэвидской области. Он даже не стал отпуск прерывать, думать, ну что, Путин не едет, говорит, что, я здесь тогда посижу. Путин едет, Лида, остаемся. Лида, мини-бар открывай. Все. Не многие знают жену губернатора Кэмп Дэвидской области, Лиду. Да многие, многие ее знают. Кстати, если мы заговорили про президента, не грех бы нам и до Франции добраться. Ну да, потому что у нас прошла инаугурация. Это праздник, все радовались. Все радовались. Но один человек плачет, и плачет он во Франции. Это Саркази. Потому что случилось в жизни... Да, друзья, во втором вы, во втором туре. Вот послушайте, я прочитаю, что случилось во втором туре. По итогам второго тура президентских выборов, 6 мая, Франсуа Алланд получил чуть более 51% голосов, а его соперник Николай Саркази около 48%. Вот смотрите, 2% позволили Алланду, вот эти 2% позволили ему стать президентом Франции. А у Саркази? Теперь кличка у Саркази будет, Коля 2%. Коля 2%, у него сейчас 2% реально нелюбимое число, и 2% проиграл, и второй срок не состоялся, второе место занял. Двоечник? Вторая жена. Вторая жена. Очень показательная фотография. Смотрите. Ну-ка, подождите, так. Алланд протягивает руку. Ой, это учитель. Смотри, во-первых... Не сказать, не сказать, ну... Смотри, и Деголь здесь, я вдруг обраться. А это где-то не встретились. От тюсо принесли, просто поставили. На его фоне просто шикарные фотографии получаются. Он поздороваться-то хочет? Да. А этот, нет, этот... За сабельку, за сабельку хватился, да. А видите уже, вот этот вот охранник уже прижимает холодненько, потому что получил уже сабелькой однажды. Видишь, немножко, чтобы не заплывал глаз. Да. А как тебе нравится корреспондент портала Life News? Неожиданно прокрался сюда под видом полиэтилена. Под видом метерана. Давайте дальше. Газетку верните, пожалуйста. Верни Александру газету, ему еще спать. Блин, ну... Нашел, что копить, конечно. Нашел, что коллекционировать. Смотри, французская газета. Газета Франсуа Аланда назвала Месье Нормальный. Месье Нормальный. Вот странное прозвище. И что пишут газеты на этот счет? Новый президент Франции, Франсуа Аланда, мечтал занять кресло главы государства с 10 лет. Ну, Саша, ну разве все нормально? Ну, есть хоть один знакомый у нас, который с 10 лет мечтал бы занять постпрезидента Франции? Саша. Саша, ну вот только не президентом хотел Франции быть, королем бы хотел. Ну, тут тоже, понимаешь, католическая страна не может возглавлять Гургенот. Скажи, а... Доподлинно ли известен тебе смысл этого слова, Сергей? Я участвую в этих событиях. Хорошо. Дальше идем. В 1976 году Аланда отказывается брать в армию из-за близорука с ней. Однако он настоял на том, чтобы его все-таки взяли. Это что, нормально? Это вообще нормально. Вам в армию не надо ходить, у вас плоскостопие, да? Нет, я пойду. Вы меня только до автомата донесите, а дальше я сам. Хорошо. Пальцем перед скотчем. Хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Он никогда не состоял в браке, как пишут французские газеты. Так. У него от первого гражданского брака четверо детей. Так. Сейчас он состоит во втором гражданском. Ну, это нормально. Ну, это... Нормально? Ну, это... Ну, просто я думаю, что сейчас Михаил Дмитриевич Прохоров заинтересовался, как во Франции будет решен вопрос, когда у президента отсутствует первая леди. Ну, по этикету, это считается, что она должна быть. Ну, как ты полагаешься, Михаил Дмитриевич, на этом моменте подключился к нашей беседе, да? Да. Ну, хорошо. Согласно опросу CSA, большинство избирателей проголосовало за Оланда лишь для того, чтобы убрать Саркази из Елисейского дворца. Вот это очень важно, чтобы французы голосовали не за Оланда, а не скорее против Саркази. Давайте подумаем, потому что... Знаешь, в чем мы его упрекали Саркази? В том, что он больше занимается внешней политикой, а про внутреннюю политику Франции вообще не думает. Это очень странно. Просто, ну, я не знаю, вспомни, что во Франции происходило вот за годы правления Саркази. Вот, ну, хорошего. Ну, один... Не, не, сняли один приличный фильм. Ну, устрецы скаканули немножко. Ну, розовое вино. Ну, розовое вино. Продавалось. Нет. А он чем-то? Он этим даже не занимался. Он занимался Ливией, Сирией, Ираком. А вот смотри, и во Франции ему не рады. И сейчас куда... И отдыхать не поедет. И отдыхать уже не поехать никуда. Все перекрыли. Уже под Багдадом не поваляться в лежаке. И чем он вообще будет заниматься? Он же, ну, как у нас, не станет теперь премьер-министром. Почему? Так, повиснет. Ну, не станет. Не, подожди, стоп. Не вижу. А чем он может заниматься? Я не знаю. Ну, хорошо. Он юрист. Адвокатской деятельностью. Он... Подожди. Получается, смотрите. Он, получается, бывший президент. И то... А смотри, он тоже юрист. Что значит тоже? Я не понял. Тоже, как наш гость сегодняшний, друзья. У нас сегодня в гостях... Тоже юрист. Сереж, представь. У нас в гостях гость. Говорит. Полномочный представитель правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Борщевский, друзья. Браво. Друзья. Михаил Борщевский, прошу вас, прошу вас. Прошу вас. Так хорошо, что вы к нам хоть выдернулись все. Что никогда, да что никогда. Уже пора у нас здесь в Парис Хьютон традиции беречь. Станьте хранителем традиции прожектора. Но вы этот человек заинтересованы, я так понимаю, чтобы я был хранителем традиций, чтобы защищать вас от их шуток, да? Ну, может быть. Понимаете, тут возникает коллизия. Если я буду защищать вас от их шуток, то это я нарушу традиции прожектора Российского. То есть, как бы поступить как? По закону или по совести? Вот возникает вопрос. По понятиям. По закону или по понятиям? По понятиям, да. Это то же самое, что совесть. По понятиям, да. Сразу чувствуется, что вы представляете власть. Здесь? Да, в этой стране. А, ну не в этой студии. Не в этой эфире. Спасибо, спасибо огромное, дорогой Михаил, что вы к нам пришли. У нас есть несколько новостей, которые хотели обсудить. И первая новость у Сергея. Так, глава МВД Рашид Нургалеев, но это уже не новость. Подписал приказ, согласно которому каждый сотрудник полиции будет проходить очередную плановую переаттестацию. Опять, переаттестация в МВД теперь будет каждые 4 года. Очень знаковое, кстати, время. Заметьте, 4 года, как Олимпиада. Прелестно. Можно проводить зимнюю, летнюю переаттестацию. Очень неплохо звучит зимняя переаттестация в Сочи 2014, например. А летняя тогда где? Ближайшая в Лондоне, потом Рю-де-Жанейро. А наша где будет? Норильск. Вы пессимист. Если мы зимнюю в Сочи проводим, что нам летнюю в Норильске не провести? А, ну нет, это логично. Генеральный спонсор переаттестации. Ну, например, можно и так сделать. Послушайте, первый... Это по традиции. Это моя переаттестация. Вот такие рекламные слога. Можно будет по всему Сочи. Конечно, повесить. Слушайте, а я подумал, первая переаттестация, которая вообще тогда была, получается, она же была в Греции. В Греции в тысяча... В 774 году до нашей эры первые переаттестационные игры. Геракл предложил, да. Геракл? Геракл Нурголиев. Нурголит. Фамилия так. Геракл Нурголит. Нурголит. Если по аналогии со спортом, то и лозунги должны появиться спортивные, как бывают на Олимпиаде. Ты имеешь в виду девиз Пьера де Кубертена? Ну, младшего лейтенанта де Кубертена? Выше, дальше, быстрее было у Кубертена? В борьбе с преступностью важна победа, а участие. Да, 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 да. В борьбе с преступностью, да. Да и виды спорта появятся соответствующие. Греко-римская борьба с коррупцией. Может быть. Фигурное катание по встречке. А я предлагаю установить зачетные дисциплины. Для женщин-полицейских зачетный вид спорта – это художественная гимнастика. Представляете, вот полицейская, дама-полицейская – упражнение с лентой. А для мужчин – сумо. Значит, кто толще и кто быстрее выпихнет с конкурента. Из машины или… Неважно. Где встретят. Или из органов вообще. Может быть, такой вид спорта – санный спорт. Но это когда бабжей из подъезда выводишь. Санный. Я из Петербурга, я знаю, о чем я говорю. У нас там федерация. Этого вида спорта. Слушайте, а представляете, от тех, кто не прошел переаттестацию. Огромное количество шаров, большой стадион. И прямо вот подполковника к шарам привязывают и отправляют. А он большой, как плюшевый, как будто бы. Но нет, такой. И как бы отправляют, и все ему мажут, кричат. Ну не прошел ты переаттестацию. До свидания. Будем ксиву беречь. До свидания до новых. И он так летит. И он уже так летит. И эмблема, может быть, два кольца, пересекающихся. Саш, два кольца, пересекающихся – это получается, это эмблема брака Пригожина и Валерии. Притом оба кольца носит он. Ну так, спокойнее. В Олимпийских игрок пять колец, но не бывает наручников с пятью этими вот кольцами. Саня, я понимаю, что ты взрослее меня, но бывает. Саш, можно с четырнём. Ты просто есть специальные магазины. Кандалы. Кандалы. Пятая тоже куда-нибудь приделать. Кандалы. Пятая, как утверждает представитель правительства Российской Федерации, высший судебный стандарт, так можно куда-то приделать. На шею. На шею? У меня кардинальное предложение. После перетестации провести пара перетестаций. А вы считаете, что с самого начала... Просто так все по закону было. Сергей, а вы считаете, что с самого начала это будет не пара перетестация, да? Друзья, у меня есть новость. Чиновников научат правильно пользоваться мозгами. Как стало известно МК, на сайте госзакупок появился необычный тендер, предусматривающий особые образовательные программы для отдельных государственных служащих. А можно я деньгами возьму? А вот это уже слова государственного служащего. А вот это уже, как говорится. Смотрите, согласно объявленному конкурсу сотрудники Белого дома... Вы же сотрудник Белого дома? Я имею в виду нашего. Пока. А может быть, нашего. Должны пройти инновационный курс быстрого чтения и улучшения памяти. Вот Михаил. Сотрудники Белого дома должны пройти... Памятью моей стало... Вспоминайте. То, что было... Ну, ладно, не помню. Ну, не важно. СМЕХ Не бегло, немножко забыли, но ничего. Ничего, да вы придете, медленно перечитайте. Так вот, нужно ли улучшать скорость чтения и восстанавливать память? Как вы считаете? Вы, сотрудники Белого дома. Вы знаете, вот скорость чтения, может быть, да. А память я бы восстанавливать не стал никому. Ну, вы знаете, потому что вот удивительное дело, чтение медленное, память слабая, а считают быстро. Вот как так? А кто-нибудь этот счет проверял? Логика в этом мире. Логика, смотри какая. В Белом доме. Люди творят законы. Конечно. Пишут. Творят. Да, ну, начинают писать об одном, а когда заканчивают, уже не помню, с чего начиналось. Помнишь, знаменитый закон, что в многодетной семье, где больше трех детей, полная конфискация имущества. Помнишь этот закон, который действует на территории двух округов, федеральных просто не помнят, каких людей. Вы мне напомнили старую шутку. Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, состоящий из двух пунктов. Не укради и не убей. Депутаты приступили к работе над поправками. Ну, это классическая штука. Вы знаете, а вот классическая, Сережа Павлович, вот смотрите, сколько созывов, а шутка работает. Госслужащие должны будут научиться грамотно и емко излагать свои мысли. Вот такая, тут же, тут явно сразу же Миронов присоединится. Выйдет и скажет, да, емко излагать, этот, на метро. И, значит, с этого, с насосного. И вперед. И вот по бокам. Ну, это все соизмеримо, конечно же. В общем, ракурс... Тарааа, как-то... И в конце, в конце... Ой, забыл. Ой, тогда забыл. А вот смотрите, а вот Татьяна Голикова, например, министр здравоохранения, вот она начинает говорить, например, какую-нибудь фразу. Согласно статистике общей экологической ситуации за первый квартал текущего года, по сравнению с тем же периодом уходящего года на 20% сократилось количество инфекционных заболеваний при общей экологической ситуации в стране, не способствующей развитию общей стабилизации ситуации для населения в той же самой информационной текущей политике уникального рассмотра среза. Вы нам просто скажите, грипп был или будет еще? Ты меня как Татьяну спрашиваешь? Нет, отлично. Если ты как Татьяна можешь ответить, то... Почему нет? Отличная инициатива. Я думаю, что она всем пригодится. Ну, кроме Министерства обороны, где все всегда было четко, жестко, сурово. Вышел Сердюков к тумбе, пробежал текст глазами. Господа офицеры, Кобзда. Короче, Кобзда и у нас, друзья, реклама. Это одно и то же. Ну что же, Михаил, это аплодировали нам с вами. А, вам тоже? Да, вы знаете. Я напоминаю, что после рекламы ничего не изменилось, вы тоже должны принимать чати в нашем обсуждении. Голландец-дик адвокат решил не дожидаться окончания евро 2012 года и еще до начала турнира объявил о своем уходе. Вот. И вот это вот означает, мы это тренера означают, что мы его проворонили, или это мы от него избавились, как бы удачно? Михаил. Сейчас разберемся. Подожди, мы знаем, куда он уходит. А куда он уходит? Между сборной России и голландским ПСВ из Эндховена он выбрал клуб. То есть, дик адвокат, возвращается в Голландию. Да. А по мне кажется, что у них просто ревность. Вот хидинг у нас, адвокат где-то. Хидинг ушел, адвокат пришел. Адвокат ушел, хидинг пришел. Давайте начнем с самого начала. Адвокат был тренером Зенита. Хидин сказал, так, не секундочку, Дик, не высовывайся. И стал тренером сборной России. Правильно. Дик сказал, ничего себе. И стал тренером сборной России. Поверх существующего. На что Хидин сказал, удивил ты меня, вот у меня козырной туз, и стал тренером Анжи. Значит, смотрите. Нет, у них на самом деле у Хидинга с адвокатом явно какой-то бизнес, понимаешь? Они то один в Голландии, один в Россию, то есть один обязательно должен быть в Голландии, а один обязательно должен быть в России. Один деньги зарабатывает в России, а тот в Голландии поливает. Знаете, самая главная новость находится у меня вот здесь, но она не самая главная, она просто главная на этом этапе нашего юмористического диспута. Вот, пожалуйста, 11 мая официально вступил в должность новый губернатор Московской области, Подмосковья, Сергей Шойгу. Давайте поздравим Сергея Шойгу. Как заживет сейчас Подмосковье. По-моему, жители Подмосковья. Саш, в том числе. Да. Зачем я вдруг рассказал про этот участок в Ярославской области? Саш, я хочу тебе сказать, что мы должны, мы должны, ну как-то напутственной какой-то, я не знаю, речью обратиться, есть словами какими-то обратиться, напутственными к Сергею Кужегеточу. И знаете что? Эти слова ведь уже, эти слова уже написаны. Более того, они даже положены на музыку Соловьева-Седова. Я вам сейчас продемонстрирую. Я возьму гитару. А слова Матусовского? А слова, Саша, правильно, твоего однокурсничка Матусовского. По киевскому цирковому. Вот смотрите, вот можно же взять песню, смотрите. И слова прямо напутственно звучат. Вот послушайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok